Доброе утро! Европейцы вышли уже на прогулки, а это значит, что новый день начался. Сегодня мы едем в интересное место. Бухта называется Халонг, она находится недалеко от Ханоя. Ехать туда два часа. Вот сейчас мы уже ждем наш автобус. Все будет показано и рассказано. Вьетнаме что-то говорит, говорит, говорит постоянно, я уже устал. Хочу пойти вырубить его. Ну что, друзья, мы находимся на жемчужной ферме. Здесь выращиваются черные, розовые и всевозможные жемчужины всего Вьетнама. Сейчас мы вам покажем, как это происходит. Пойдемте. Очень много интересного. Вот конкретно этот гребешок. Здесь вот просто хирургическая операция. Подсаживают туда. Здесь уже сортируют. В общем, вьетнамцы время не теряют. Сразу же, не отходя от кассы, хуют жемчуг и тут же его продают. Очень удобно. Надо заметить, что цены здесь самые демократичные. Например, вот этот браслетик стоит всего-напсего 57 миллион. И так далее. Ну что, мы добрались на место. Бухта Хаб Лонг. Возможно, самое интересное место во Вьетнаме. Ну, для меня, по крайней мере. Будет много приключений. Шестичасовой круиз. А кораблики? Бухта Хаб Лонг. Это архипелаг. Сотень, наверное, даже тысяч маленьких островов. В некоторых из них находятся огромные гроты, пещеры. В величину со стадиона. В одну из них сегодня мы попадем. В Вьетнаме. А мне можно по-рубить? Это место во Вьетнаме ничем-то напоминает место Эль Нидо на Филиппинах. Очень похоже на скалы, но во Вьетнаме какая-то своя есть атмосфера. Будто бы мы в лабиринте, когда проходим все вот эти тысячи островов. Ну что, мы приплыли на киток Ислан. Island по-английски. Ислан по-русски. Поэтому идем смотрим, что там. Я не помню, здесь пещера или нет. Но пляжный футбол здесь. Пойдемте, пойдемте. Так, давайте, вы двое на ворота. Говорят, в прошлом году здесь одного чувака за ногу укусила акула, поэтому никто не купается. Идеальный пляж, никто не купается. На острове забираемся на гору, на которую могут подняться не только лишь все. Обратите внимание, сколько внизу там полегло людей. Значит так, запомните, не ходите на этот остров. Не ходите, здесь нечего делать. Это просто жуть. Покажи им, покажи. Вот они, метро. Метро, остров. Остров имени метро. А там внизу тысячи, тысячи китайцев. Итак, мы приплыли на последующий остров. Сейчас возьмем каяки и будем заплывать вон тот грот. Вон тот грот поплыем. А что тут рассказываешь? Вот загрузитесь в лодочку, да? А вот такой вот вьетнамец будет грести сзади. А мы будем наслаждаться жизнью, фотографировать и смотреть красоту. Очень классно вообще. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Ни одного ветерка. Абсолютный штиль. Очень комфортная бухта. Интересно, что она находится. В нее попасть можно только проплыв через грот. Что-то подобное я видел, опять же, на Филиппинах. Но мы проползали вообще вот в такую дырку. Вот в такую дырку проползали. И открывалось примерно такое же пространство. Обратите внимание, грибцы здесь исключительно женщины. Вот. У нас грибец женщины. А нет, вот они себе нещили. Но вот там дальше женщины, этого надо убрать. Он нарушает традиции. Там кто-то написал надпись. Петя и Вася. Творец. Немного теплеет за стеклом. Но злые морозы Хожу в эти двери словно сад Киюльских цветов Я их так хочу согреть тепло, о белые розы У всех на глазах я целовать Русская народная песня зажигает сердца и души Вот поплавал на лодочках, есть не хочу, спать хочу Хочу одеялко вот тут укрыться, пусть меня дальше этот катер везет в корабль А я буду спать Ну вот мы и вплыли в эту пещеру, которую я говорил, которая мне очень нравится Сейчас мы посмотрим, сколько людей она вмещает Говорят, две тысячи может вместить, но примерно полторы уже там Пойдем 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 Огромная пещера, посмотрите какая Огромный, и там, и там огромный Вот это огромнейшая пещера, какая красивая, и такие штуки. И такие тоже на потолке штуки. В общем, друзья, меня сильно впечатлило это место. Прям такая масштабность. Это самая большая пещера, в которой я когда-либо был. Буду в каких-то еще более больших местах, но пока она одна из самых больших. И это большая сеть. Это большая сеть туннелей, связанные друг с другом. Этих огромных комнат или стадионов. В общем, впечатляет. Во! Говорят, пещера 10 тысяч квадратных метров. Вот это. В 10 тысяч. В 10 тысяч. В 10 тысяч. Захар, что мы делаем? А, чуваки, короче, вот мы оказались теперь в этом автобусе, сейчас мы едем в Сапу, мы едем в Сапу! Так, что еще, мы едем в Сапу, ребята, Сапа это совсем другое, до этого у нас было море, сейчас будут горы, горы, они такие, долины, в общем, красота, зеленый цвет в приоритете. А дальше, а дальше посмотрим, что, я еще не был в Сапе, и вы еще не были в Сапе, поэтому подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки. Ставьте лайки, да, точно. Все хорошо.